Всем привет! Продолжаем путешествовать по Италии, Ломбардия, город Брешия. Хочу показать вам очень интересную и красивую церковь, которая находится в этом небольшом, но очень симпатичном городке, городе Брешия. Сюда можно добираться как на автобусе, так и на электричке. Сюда ходят поезда, ценник достаточно недорогой. К примеру, из Вероны я ехал, наверное, минут 40 на электричке. Электричка, конечно, в Италии ходит своеобразно, когда ходят с большими опоздателями. В общем, минут 40 ехал и стоимость около 10 евро. Везде на вокзалах стоят автоматы, там можно спокойно разобраться, не надо иметь очень много пядей, как говорится, валгу для того, чтобы разобраться с этим аппаратом. Выбрал откуда, куда, нажал кнопку, воткнул деньги, можно карты платить. И уже в электричке самое главное дождаться. Вот. Народа всегда в электричках огромное количество. Ну вот, мне вообще-то не везло. Может, какие-то есть направления, где мало народа, а мне почему-то попадалось просто очень много людей. Но это тоже интересно. Можно с кем-то пообщаться, попробовать на ломаном английском, что-то интересного узнать. Они, в общем, спокойно идут на контакт. Итальянцы с удовольствием, я бы даже сказал, когда узнают, что из России, из Петербурга, так вообще. Ну так вот. Очень хороший город, с очень красивыми зданиями. Ну, собственно говоря, как и везде в Италии, в Италии можно ходить часами. Тому, кому нравятся маленькие улочки, красивые церкви, купола, красивые мостовые. Италии красивые, поверьте. Церковь Санта Мария Делла Карита. Или просто известная как Карита. Или церковь Пон Пасторе. Представляет собой римско-католическую церковь в стиле барок. Я беру данные из Википедии, из каких-то сторонних сайтов. Сам, в общем, ничего не сочиняю. Изначально богатый покровитель Лаура Гамбарда воздвиг здесь монастырь для приюта кающихся падших женщин или проституток, известных как конвертиты. Но в 1640 году здесь была построена церковь, спроектирована Агастина Аванса и освящена в 1655 году. Церковь является самым красивым образцом пороков в Реши. Ну, в общем, можно оспаривать, конечно, это высказывание. Но это действительно красивая, красивая церковь в Реши. Она действительно подверглась реконструкции. В 1640-1655 годах под руководством архитектора Агустина Аванса Работы велись на средства, собранные населением города. В 1730 году церковь обрела потрясающей красоты резной алтарь, выполненный из мрамора разных цветов. Ну, сюда помесили, конечно, главную храмовую икону Богоматери Милосердия. Кое-где на стенах видны более ранние фрески. Изображения Марии Магдалины выполнены Антонио Гандини. Святые Себастьян Антонио Рока, воплощенные кистью Франческо Палия. Кстати, эти обе работы относятся к 17 веку. Красивая роспись на барабане купола. Вот некоторые художники, которые принимали участие. Луизжа Вернасаль, Луизжа Малинари, Фердинанда Каир, Холлс Антонио Гандино, Франческо Палия, Антонио Ферретти, Александра Фрегари. Ну, вот хочу вам показать эту церковь. Собственно говоря, небольшую городу. Вот такая красивая церковь. Кто посмотрит, то посмотрит. Кто не досмотрит, тот не досмотрит. Просто вас познакомил с внутренним убранством церкви Санта Мария де Ла Карита, которая находится в Бреши. Или просто ее называют Карита. Все, всем пока, всем привет, до свидания. Будете в Бреши, обязательно загляните, посмотрите на буйство барокко. Как вот я читаю здесь высказываниях в интернете об этой небольшой, но красивой церкви, которая находится в городе Бреши, Италия. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok